Сегодняшняя тема. Кроптопы давно стали частью повседневного стиля женщин, однако первоначально укороченные футболки традиционно были атрибутом мужского гардероба. Поначалу мужчины оголяли тела, чтобы показать свою силу и превосходство, а позже – для демонстрации худобы в противовес спортсменам. В 1990-е кроптопы стали символом протеста гомосексуалов, а 21-й век положил начало бесполой моде, сторонники которой отрицают деление вещей по гендеру. Несмотря на то, что в наши дни кроптопы считаются исключительно женской одеждой, изначально они были частью мужского гардероба. История укороченных футболок берет свое начало в 1970-х годах, когда в западной культуре преобладал мачизм, демонстрация агрессивной маскулинности. Движение определяло внешний вид мужчины, он обязательно должен был быть сексуально привлекательным. Главными представителями мачизма на Западе были игроки в американский футбол, легкоатлеты и бегуны. Спортсмены начали носить кроптопы или обрезать обычные футболки, чтобы подчеркнуть крупное телосложение и рельефные мышцы, над которыми они упорно работали в спортзале. Среди них, например, были олимпийский чемпион в десятиборье Брюс Джейнер и рестлер Дуэйн Джонсон. О мужинах, которые любят надевать платья на красных дорожках, читай в галерее. Кроме того, в конце 1970-х годов штангистам запретили обнажать грудь во время тренировок и на соревнованиях, поэтому кроптопы обрели популярность и в среде тяжелоатлетов. Из-за своей практичности они пользовались спросом и у рыббистов, которых сложно было ухватить за короткую майку во время контактной борьбы. Постепенно мода на мужские кроптопы распространилась и в других контркультурах, например, у панков и андрогинов. В 1980-х годах мужчины в коротких футболках заполнили диско-клубы. В противовес накачанным спортсменам андрогины и панки хотели демонстрировать публике худощавые, в какой-то степени женственные тела и кроптопы идеально подходили для этой цели. Одним из ярчайших представителей андрогинии стал певец-принц, неотъемлемой частью стиля которого был именно кроптоп. Исполнитель стал первым мужчиной, который носил короткие футболки не для демонстрации крупных мышц, а, напротив, чтобы подчеркнуть свою хрупкость. Считается, что именно он задал моду на эту вещь среди музыкантов и их последователей. Помимо принца, в кроптопах неоднократно выступали на сцене американский рокер и композитор Лени Кровиц, певцы Джордж Майкл и Мик Джаггер, а также участники группы The Ramones. В СССР и современной России ярым фанатом кроптопов был певец Валерий Леонтьев, который по сей день предстоит перед поклонниками с полуголым торсом. Ближе к 1990 годам определенные признаки внешности, будь то крупное тело или худоба, перестали быть определяющим фактором для появления на публике в кроптопе. Укороченные футболки уже не считаются атрибутом какой-либо социальной группы, они приобрели массовость и популярность среди мужчин разных слоев населения и социального статуса. Киноиндустрия тоже не обошла стороной новый тренд, во множестве фильмов 1980-1990 годов актеры появлялись в укороченном топе, что благоприятно сказывалось на рейтинге картин. Эксперты считают, что женскую аудиторию привлекали оголенные тела актеров. Среди звезд, снявшихся в фильмах в таком виде, были Джонни Депп, Адам Сэндлер, Уилл Смит, Адольфа Кинянес, Киану Ривз, Карл Уэзерс и другие. Например, в 1984 году Джонни Депп сыграл роль футболиста в фильме «Кошмар на улице Вязов», в котором его персонаж неоднократно надевал белый кроп-топ. Помимо него, в укороченной футболке снимались Уилл Смит в сериале «Принцесс Беверли Хиллз», а также Алекс Уинтер и Адам Сэндлер в фильмах «Невероятные приключения Билла и Теда» и «Пустоголовые». Дизайнеры быстро заметили растущую популярность кроп-топов, поэтому перестали относить их к атрибутам исключительно тренировочного гардероба. В США кроп-топы начали продавать в студенческих магазинах. Самой популярной была футболка с надписью UCLA – мерч знаменитого Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Укороченные футболки включали в свои линейки не только спортивные бренды Nike, Adidas и Speedo, но и люксовые, такие, как Calvin Clay. Одной из самых известных рекламных компаний, в которых покупателям представили мужской кроп-топ, считается фотосессия актера Марка Уолберга и супермоделей Кейт Мосс для Calvin Clay в 1992 году. На снимках пара позирует в одинаковых топах без рукавов и широких джинсах. Позже звезды признались, что недолюбливали друг друга во время работы, но, несмотря на это, съемка обрела широкую популярность и поспособствовала уничтожению границ между традиционно женской и мужской одеждой. Ситуация резко изменилась в середине 1990-х годов, с началом эпидемии новой болезни, синдрома приобретенного иммунодефицита, СПИД. Ученые прозвали его «болезнью 4N» по заглавным буквам английских слов «хомосексуал», «хемофилия», «хайти» и «хероайн», «гомосексуалы», «больные гемофилии», «гайтяне» и «героин», выделив таким образом группы риска для малоизученного смертельного заболевания. Появление СПИДа изменило отношение общества к мужчинам с нетрадиционной сексуальной ориентацией, поскольку большинство ВИЧ-инфицированных были гомосексуалами. Первоначально у СПИДа даже было другое название «иммунодефицит», передаваемый гомосексуалами, гей-релатет иммунодефиенси, или гомосексуальный рак, а гей-концерт. С тех пор кроп-топы носили только яркие представители ЛГБТ-сообщества в знак протеста против гомофобии. В то время появление на публике в данном предмете гардероба считалось смелым поступком. Очень скоро короткие футболки стали главным атрибутом активистов на гей-парадах. Доцент кафедры моды Винчестерской школы искусств Шон Коул объяснил ослабление популярности кроп-топов еще и тем фактом, что в конце прошлого века мужская часть общества начала считать моду легкомысленным и женским явлением, а дизайнеры переключили свое внимание на женскую аудиторию. Укороченные футболки стали воплощением того, отчего дистанцировались мужчины в конце 1990-х, начале 2000-х, гомосексуальности и женственности. Тогда на смену кроп-топам пришли широкие майки и неопрятные, облегающие тело, алкоголички, которые, в противовес топам, якобы олицетворяли мужественность. Итальянский модельер Джорджио Армани называл «алкоголичку» альфой и омегой алфавита моды. В итоге их полюбили не только мужчины, но и женщины, а в магазинах эти майки начали продавали по завышенным ценам. Такие майки обрели широкую популярность не только на Западе, но и в СССР, где вскоре стали ассоциироваться с гардеробом алкоголиков. В течение нынешнего века рейтинг сексуальных меньшинств значительно вырос, с каждым годом отношение общества к ЛГБТ становится все положительнее. Толерантность спровоцировала возвращение многих модных трендов из прошлого, мужчины делают яркий макияж и красят ногти цветным лаком, смело носят одежду, женского, розового цвета, а артисты вновь возвращают в моду кроп-топы. Кроме того, многочисленные исследования демонстрируют, что сегодня больше половины представителей поколения Z покупают вещи, предназначенные для противоположного пола. Активно завоевывают популярность бренды, в коллекциях которых представлены одежда и обувь унисекс, а также гендерно-нейтральные аксессуары. Все чаще знаменитости размывают грань между мужским и женским, некоторые идентифицируют себя как небинарных персон и просят фанатов называть их местоимением «Оно». Среди таких звезд певица Дэми Лавато, актриса Элли от поэт Шижанель Мане, а также поп-исполнитель Сэм Смит. Полвека спустя именитые дизайнеры включают кроп-топы в свои коллекции. Например, мужские укороченные футболки появились в линейке La Montagne французского бренда Jacquemus, показ которой состоялся в начале июля 2021 года. Симон Жакмю – не единственный модельер, который вновь разработал и показал публике мужские кроп-топы. Манекенщики прошлись по подиуму в оголяющих живот футболках на показах таких марок, как Fendi, Астрит Андерсон и JW. Андерсон. Помимо этого, кроп-топы появились в ассортименте различных масс-маркетовых ритейлеров, таких, как H&M, Zara и Asos, вернулись на прилавки спортивных магазинов Adidas и Nike. Популяризаторами стиля прошлого стали многие представители ЛГБТ-сообщества, например, певец Сэм Смит, актер Брэндон Флинн, рэпер Лил Носекс и блогер Джеймс Чарльз. Кроп-топы возвращают в моду не только гомосексуалы, но и гетеросексуальные знаменитости, среди которых рэпер Кит Кади, певцы Дамиана Давид и Конан Грей. Кстати, как одевается Дамиана Давид, смотри в галерее ниже, знаменитые мужчины носят не только кроп-топы, но и другие предметы женского гардероба. Например, поп-исполнитель Гарри Стайлз неоднократно принимал участие в фотосессиях, в которых снимался в платьях и с цветным маникюром. Вопреки многочисленным предрассудкам, следовать мировым трендам удается и российским звездам. Среди них, блогер Даня Милохин, который неоднократно позировал в женской одежде и делился этими кадрами в Инстаграм. Например, в мае тиктокер примерил вечернее платье вместе с телеведущей Настей Ивлеевой, а в феврале сфотографировался в коротком кружевном сарафане. Несмотря на это, мужские кроп-топы так и не стали нормой для большей половины общества, а появление мужчин в укороченных футболках по-прежнему вызывает неоднозначную реакцию. Это подтверждает случай, который произошел с украинским футболистом Артемом Довбиком. Спортсмен снял футболку во время матча чемпионата Европы, и в объективы фотографов попал короткий спортивный топ на его обнажанном торсе. Довбик стал объектом насмешек в соцсетях, поклонники решили, что футболист надел под форму женская бра. Однако позже выяснилось, что в действительности футболист вышел на поле в спортивном топе Стейт Спортес, который предназначен для анализа различных показателей организма. Мужчины в кроп-топах уже давно стали нормальным явлением для западной культуры. По этой причине в ассортименте многих европейских брендов все чаще появляются мужские укороченные футболки. В то же время в восточных странах преобладает консервативное мышление, поэтому их жители все еще воспринимают кроп-топы исключительно как женский предмет гардероба. Читай еще.